Оцените по пятибалльной шкале усилия местных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как бы смысл в маске тогда? Зачем она ее надела, если она как бы руками берется за деньги, за все на рынке и ест этот хлебушек? Ну, если говорить о местных властях, то тут, наверное, пятерка все-таки. Но лично мое мнение, что либо закрывать все и полностью карантин делать, либо тогда ничего не закрывать. А так получается очень глупо. Часть открыта, часть не открыта. Все равно люди ходят в магазин за хлебом и все равно можно распространить инфекцию точно так же. Какие усилия, о чем вы говорите? Они сидят там себе, коронавирус придумали и все. По мне вот так. Но закрыли школы, закрыли учебные заведения. Закрыли, а дети вон возле эскалаторов торговых центров трусы. Нормально это? Тройка. Расскажите, почему? Ну, если вводить карантин, то полный. А в частичном карантине смысла я не вижу. Полный карантин, то есть обязать всех абсолютно сидеть дома? Всех дома, потому что если школьники не в школе, а в торговом центре, то смысла в этом особо нет. Мне кажется, что 4 балла точно есть. Все должно быть хорошо. Хочется, ну как оптимистично настраиваюсь я. И я думаю, все оптимистично настроены. Все должно быть хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все меры приняты не зря? Все, да. Как считаете, помогут? Помогут обязательно. Врачам надо зарплату повысить и медсестрам. Ну, на 4, скорее всего. А что не хватает до 5? Ну, народу много ходит. И по магазинах много, и в кинотеатрах. Ну, мне трудно сказать. У нас, по-моему, в Воронеже нет ни одного случая. Только в Воронежской области. Ну, в Новое Усмане, да. Два случая. И вчера зарегистрированы еще 4 случая. Ну, мне кажется, больше зависит от нас. От того, как мы себя проявим, от нашей дисциплины. Поэтому, как бы ни принимали, какие бы меры не были приняты, если народ собирается, продолжает в центрах развлекательных и везде, то, мне кажется, нужно каждому начинать с себя. Оцените по пятибалльной шкале усилия местных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Наверное, все 5. Потому что мы не учимся уже сколько? Ну, да. Нет, не учимся-то мы не учимся. Но работают же спортзалы, кинотеатры не все закрыли. Кинотеатры с сегодняшнего дня обязали закрыть все культурные заведения и спортивные мероприятия. Жаль, тогда 5. Ну, спортзалы пока что не закрыли, мне кажется, еще. Я вчера ходила. Ну, официально с сегодняшнего дня должны все закрыть. Ну, вы как считаете, поможет это предотвратить? Поможет. Стоило это делать? Да, кажется, не особо. Мне не разделились. Тогда поведайте каждую свою точку зрения. Ну, просто, мне кажется, это как-то все накручено, эта проблема, если честно. Хотя, пока не столкнешься с ней лично, не поймешь, насколько это серьезно. Ну, на какой-то процент поможет хотя бы отсрочить, может быть, но не предотвратить. То есть, думаете, все-таки масштабы разрастут с Поворотнижа? На сегодняшний день всего 6 заразившихся. Ну, их однозначно будет больше. Пока сложно говорить, потому что все-таки число заболевших растет и неизвестно. Ну, я думаю, да. Это как-то должно помочь обязательно. Ну, по региону всего 6 заболевших. Думаете, есть опасность того, что будет распространение на большее количество? Ну, больница же у нас находится в Новоусмане. А люди приехали, очень многие, с Москвы. И они же добирались либо на поездах, либо на автобусах. То есть, вот этот момент, мне кажется, не продуман как-то. А что касается местных властей, я думаю, это все приказы сверху, а выполняются они очень хорошо. Ждать боятся коронавируса. Хоть одного покажите, кто болеет. Вот покажите мне, кто я под коронавирусом. Пусть он мне это скажет. Они в больнице, 6 человек в Воронеже. Поменьше блукать здесь. Ну, это больше на сознательности людей. Вы считаете, их нужно обязать сидеть дома всех? Ну, хотя бы пенсионеров. И пенсионеров много ходят, гуляют. Мы не поддаемся этой панике. Ну, а что, мы не ходим в ВУЗ, мы как бы изолированы, вот гуляем. А посещаете места массовых скоплений? Посещаем. Но пока, слава Богу, все хорошо. Вы знаете, если вам сказать честно, все это раздуто. Абсолютно, совершенно. Больше политики. В это время всегда сезонные бывают гриппи. Я это знаю по себе. У меня тяжело больная мама, поэтому я за этим очень строго слежу, так как один раз ее заразило. И она чуть не погибла. Поэтому каждую весну бывают эти вирусные заболевания, и гриппа, и все. И для того, чтобы не заболеть, нужно определенные меры предосторожности, гигиену соблюдать. И все. Это все то же самое, только просто все очень сильно раздули. Вот и все. Слава Богу, что очистят действительно. Много теперь инфекций. И весь транспорт, наконец-то, может быть, помоют. И все. И я смотрела даже снимки. Вот Китай, допустим, взять. Венецию, где рыба плавает, лебеди. Китай, где две фотографии сделаны не из космоса, а с высоты. Какой он был и какой он сейчас. Наверное, раз мы сами к этому не готовы морально, а привыкли только использовать и гадить. Ну, сама природа нас заставляет это делать. Вот почистится, да? Да, почистится. Вот и все. Как считаете, для чего люди туалетную бумагу скупали? Вот этого я до сих пор понять не могу. Есть, конечно, пошлые анекдоты, ходят про эту туалетную бумагу. В основном все его цитируют. Да. Так что я сам в шоке. Есть одна шутка по этому поводу тоже. Вот на вопрос, почему один чихнул, а пятерым понадобилась туалетная бумага. Вот так вот. От страха. Как считаете, для чего люди скупали туалетную бумагу? Вообще не пойму. Мне вот вчера с Москвы фотографии. Вот я вам покажу. Пустые полки. Купить им их нечего в магазине. Они знают, не более туалетную бумагу. Они думают, что всю страну заблокируют и будем сидеть. Вот они всю гречку скупили и туалетную бумагу. Люди как ходили, так и ходят. Это взрослые люди, может, что-то там, да, будут думать. Которые боятся. Да, да. Нас такое не берет. И тем более, да, пожилой человек заболеет, у него, да, иммунитет, конечно. У него в три раза тяжелее будет. А молодежи-то что, тем более школьники. Им-то что. Спортсмены все.